Друзья, всем привет! В этом видео мы посетим с вами такое село, можно назвать, Смолец называется. Приехали мы сюда, походить, погулять, посмотреть, что здесь есть. Тут очень много, в начале, от стороны Вроцлава, новых застройок и квартир и домов вот такого типа. И вот такие квартиры, как сзади меня. Цены намного дешевле, ну как намного, чем во Вроцлаве, достаточно дешевле. Интересно, что здесь есть, какие магазины. Это считается как село. Я так в Википедию глянул, там написано, что всего где-то около 3800 жителей. Это очень-очень мало. Ну и тут такая смесь, получается, старый Смолец вместе с новым Смольцем, который уже идет сюда, ближе к Вроцлаву. Много частных, очень крутых домов, таких как коттеджи в нашем понимании. Ну и вот такие вот как бы квартиры. Цены от 200 тысяч, 200-250 тысяч злотых. Можно купить квартиру около 50 квадратных метров. И везде вот такие есть вот плакаты. Я уже третий прохожу. Новый Смолец, куб мешкания. Купи от 279 тысяч злотых. Там было написано от 2500 за квадратный метр. Вот. Ну, когда в Вроцлаве ближе к 5000 за квадратный метр. Тишина здесь вообще гробовая. Один звук природы, птиц и немножко строительной техники. Трактор уже где-то расчищает. Под новое строительство видно. Очень симпатично во дворах у людей. У всех газоны, туи. Очень круто. Вот я вышел, смотрю, новая детская площадка здесь на Ощедле. И вот кто-то выставил, наверное, компьютерное кресло. Стоит здесь. Никто его не забирает. Детская площадочка с лавочкой. Там работает строительная техника уже дальше. До самого рынка во Вроцлаве 11 или 12 километров. Ну, два маршрута, смотря как поедешь. Вот. То это получается вообще ближе даже, чем чиполе дальнее, например, листобловицы. Можно вообще рассматривать без проблем это место. Сейчас я еще посмотрел по магазинам. Есть только одна бедренка из таких более-менее нам известных нормальных магазинов. Дина еще супермаркет есть. Вот. Лидла нету на карте, по крайней мере. Ну, может, конечно, что-то строится или в планах есть. Потому что очень-очень много домов. И, как бы, такое ощущение, что много здесь людей живет. Атмосферка, конечно, мне напоминает немножко, как дома в Славянске, в частном секторе. Тишина, нет шума города. И воздух очень хорошо дышится здесь. Сейчас, друзья, заехал еще специально на такую улицу частных домов. Сейчас также покажу вам в Смольце, как строят. Здесь, конечно, вижу, люди живут, те, которые денежки есть у людей. Машины хорошие есть, стоят много во дворах. Вот. Те, которые, наверное, специально в домах частных, кто не хочет в квартирах жить, воворот свои, здесь понастраивали. Вот так. И это все, как бы, считается село. Село, но оно здесь такое жилое, не вымирающее, можно сказать, а наоборот. Село, которое хотят ехать жить. Я бы сам бы здесь жил, почему нет. Очень классно. Низенькие заборы. У кого вообще их нет, такая сеточка прозрачная. У кого есть вот, да, какая-то решеточка, но она тоже низкая. Вот. У всех зелень, газон. А вот какой заборчик симпатичный. Давайте посмотрим. Класс. Мне очень нравится. Вот, ребята, едем в сторону Вроцлава. Вот здесь мы уже стояли, заезжали. И с этой стороны были. И теперь вот немножко в сторону Вроцлава. Буквально здесь пару километров и будет уже граница Вроцлава. Вот сейчас я вам еще покажу напоследок. Стройка там какая-то идет. Какой-то комплекс, рестораны, гостиницы. Жабки, естественно, есть. Там всякие мелкие магазины. Вот, бедренка. Дино супермаркет. Ну, таких крупных, конечно, здесь нет ни Лидла, нет. Ни Калфанда, ни Ашана, естественно. Ну, село это считается. Село. Друзья, всем спасибо за просмотр. На этом все. Мы едем домой во Вроцлав. Тут всего-то 5 километров. 4-5. Вот. Неплохой городишко его не назовешь. Село. Но очень современное. Очень много новых домов, частных коттеджей. И квартир очень много. Просто очень-очень. Здесь активно заселяют. Сейчас та территория, которая ближе к Вроцлаву. Квартиры немножко дешевле. Автобуса городского, я так понял, нет. Жил бы я здесь? Да, наверное, жил бы. Почему нет? От Вроцлава 10 километров. Квартиры дешевле. Если бы у меня был здесь домик или квартира. Если машина есть, почему нет? Особенно есть много людей, которые могут работать в интернете, например. Делать какой-то фриланс или еще чего-то. И главное, чтобы интернет был. Вы во Вроцлава будете ездить пару раз в неделю, например. Почему нет? Здесь реально тишина. Недалеко автобан можно выехать. На Германию, на Чехию, на Украину. Вроцлава 11 километров. Это вообще ничего. Даже по Вроцлаву бывает. Туда-сюда уже 11 километров есть. Поэтому это абсолютно недалеко, я считаю. Кто любит тишину и спокойствие, то можете рассматривать Смолец. Здесь даже на квартиру, которую сдают, цены дешевле. Все, всем пока. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok